Мир Приветствую вас в прямом эфире, приветствую всех тех, кто присоединился ко мне, приветствую любовью Господа Иисуса Христа, зная, что во Христе мы имеем все ответы. Христос – наша жизнь. Если у вас вечер, вы можете взять кружечку чая, если утром – кружечку кофе. Давайте начнем наше общение. Это общение в Доме Веры. Добро пожаловать в нашу интернет-общину Дом Веры. Если вы хотите нас найти, можете пройти на интернет-сайт домверы.ру и там общаться вместе с нами. Задавайте мне в прямом эфире. Мы встречаемся каждый день, кроме субботы и понедельника. Итак, драгоценные, приветствую вас, благословляю именем Иисуса Христа. Сегодня у нас будет интересный эфир, потому что он немножко необычный. Я хотел продолжать тему о победах. Вы знаете, победа приходит тогда, когда есть сражение, когда есть борьба. И победа, когда враг приходит. Знаете, что раньше мы читаем из Библии? Приходили филистимляне, грабили их урожай и все остальное. И назначали, войну объявляли, и филистимляне заваливали колодцы и все остальное. Происходило такое. Вы знаете, у меня в огороде, у мамы в огороде, вернее, она говорит, слушай, Максим, что такое? Помидоры вот такие растут, зеленые, все, мы только готовимся. Раз и нету, раз и нету. И думаем, да что же за дела такие? Что за дела такие? Почему помидоры у нас не вызревают? Только созревают и сразу же куда-то пропадают. Ну и их кто-то жрет. И какие только предположения не были. Или какие-нибудь хомяки, или кроты, или кто-то вылазит. И кто-то занимается этим, атакует нас. И мы решили устроить им войну. Но кому? Кому устраивать войну? Я даже не знал, кому устраивать войну. Очень важно. В Писании сказано, нам не безызвестны умыслы дьявола. И нам нужно знать вообще, от что враг душ человеческих замышляет. Что он замышляет против нас. И вы знаете, когда я подумал, ну как сделать? Я взял дешевую камеру, специальную камеру ночного видения. Поставил рядом с помидорами. И думаю, надо узнать, кто меня грабит. Что за твари там такие? Кто пытается меня околпашить? И я подумал, интересно. Такая маленькая камера, знаете, детская. Ставится она туда. И по ночам там такая инфракрасная черно-белая съемка. Но получается достаточно видно. И когда я получил запись, я был очень удивлен. Очень удивлен. Я думал, может это воробьи. Может быть это птицы. Может быть это какие-то грызуны. Приползают к нам. Может быть это еще кто-то. Я понятия не имею, кто к нам приползает. Но давайте посмотрим это следственное видео. Расследование. Когда мы поставили камеру утром. Мы включили это видео и были очень удивлены. Давайте посмотрим это видео. Обозначим нашего врага, чтобы победить его. Хорошо. Сейчас будет выводить видео. Фактически ничего не видно. Кто это появился? Вы заметили что-то большое? Что-то гигантское? Кто это стоит возле камеры? Что-то живое приползло. Когда я увидел этот кадр, я подумал, боже, что же это такое может быть? Что это такое может быть? О, вы видите, там кто-то появился. О-о, приблизим камеру, посмотрим, кто же там ползает. Это же крысы. О, маленький крысеныш. Невероятным образом крысеныш появился в кадре. Посмотрите. Посмотрите, что он там. Он жрет мой помидор. Я хотел его съесть. А он, смотрите, наглым образом, в чужой грядке, без разрешения. Без разрешения. Очень удивительно. Интересно, он один у меня или их несколько? Вот этот маленький крысеныш. Посмотрите, на эти два листочка, за которыми он прячется. Маленький крысеныш. Если там большие или средние, или он один там только, или кто-то еще может быть вместе с ним. Ну, давайте посмотрим на эту малышку. Вообще интересно. Ого! А это что такое? Это не малышка. Посмотрите, кто появился, случайно в кадр залез. Вот это что-то большое. Боже мой. Это, это даже страшно смотреть. Иду покупать крысоловку. Будем воевать. Будем воевать с этими тварями. Спасибо за это видео. Итак, вы видели, что только что происходило? Это вообще ужас тихий. Тихий ужас. Эти сумасшедшие крысы жрут помидоры. Даже страшно представить, что там происходит. Вы знаете, когда мы знаем, когда мы знаем нашего врага, мы идентифицируем проблему. Многие люди приходят и говорят, ой, помолитесь. Я говорю, что случилось? Не знаю, но что-то все не то. Я говорю, где проблема? Не знаю. Врач перед тем, как назначить лечение, ставит диагноз. Вообще диагноз это очень важный, очень важный момент. Если диагноз не поставить, если правильно диагноз не поставить, невозможно провести войну с болезнью. Мы не можем знать, в чем болезнь и откуда, и какая проблема. Чем точнее диагноз стоит, тем легче локализовать и бороться с проблемой. Многие христиане не хотят ставить диагноз. А зачем? Господь все знает. Господь знает. Проблема в том, что мы не знаем врага. И если мы знаем врага, нам не безызвестны его умыслы. Мы должны знать его стратегии. Мы хотим разрушать дела дьявола. Мы хотим бороться с врагом. Мы хотим сражаться с врагом. Мы хотим, чтобы враг был побежден. Дорогие мои, мы хотим... Ох, камера трясется, я извиняюсь. Сейчас нам переключим на другую камеру. Дорогие друзья, вы знаете, когда это происходит, мы должны знать, что происходит, что делает враг. Враг, он пытается сожрать твою еду. Он пытается украсть, убить, погубить. Мы должны понимать его стратегии. И наша война со врагом. И дьявол враг наших душ. Он клевещет на нас. Он говорит гадости. Он нас не любит. Он ненавидит. Он создает атмосферу вокруг нас сопротивления. Как один сказал, говорит, я всю жизнь был верующим. Всю жизнь верующий. Говорит, всю жизнь верил в Бога. Всю жизнь. Но, говорит, так верил, вот так по-народному. Вот верующий, вот Бог где-то есть. Но, говорит, как только, говорит, покаялся по-настоящему. У меня не народная вера, а теперь стала настоящая. Уверовал во Христа Иисуса. И, говорит, как только я в Него уверовал. Как только произошел вот этот момент, что-то произошло. Говорит, вместо того, чтобы найти Бога, я нашел дьявола. Дьявол стал меня атаковать, колпашить, искушать там. Что только. Говорит, пока я вот жил в миру, особо дьявола это не воспринимал. Как только пришел к Богу, первое, что случилось, дьявол начал его гнобить. И атаки, и все остальное. Дорогие мои, мы рождаемся на войну. И Писание говорит, наша война не против плоти и крови. Когда мы говорим о успешной жизни христианина, успешной жизни христианина, вы знаете, она состоит из множества разных ингредиентов. Хотите иметь успех? Кто из вас, вот я хочу спросить, те, кто в интернете, давайте поговорим с вами. Кто из вас любит печенье? Вот давайте, кто из вас любит печенье? Задаю вопрос всем, кто там сидит. Слава, Юрий из Харькова, Айша, Даниил из Читы. Скажите, пожалуйста, дорогие, кто из вас любит печеньки, прянички, что-нибудь, какие-то сдобы запеченные, хрустящие, какие-то такие штучки кушать? Любите, да, сладости? Отлично, я вижу, любите, замечательно. И если вы любите эти сладости, любите все это дело, у меня возникает вопрос. Все любят, говорит Георгий Снальчика. Ну, хорошо, хорошо. Даниил говорит, не очень люблю, но люблю. Ну, хорошо, вот представьте, вот мы любим печеньки. То есть вы любите печеньку все, вот из чего она сделана. Но если я вам возьму и по отдельности дам муку, дрожжи или что там еще есть, сода, отдельно яйцо, то есть отдельные ингредиенты. Вам это понравится? Отдельно взятые ингредиенты? Нет? Ну, я дам немножко муки, сахара, масла. Ну, а ешь, это же то же самое печенье. Ты скажешь, нет, печенье как-то по-другому кушается. Я представляю, как ты муку начнешь есть. Ну, это же печенье, все смешается внутри. В действительности нам нужно иметь много разных ингредиентов. Если мы соединяем разные ингредиенты, если мы соединяем разные составные элементы, то есть если составить, при том нужно составить правильно, при правильном температурном режиме, составить все это правильно. И если мы все это составим и поставим вместе, тогда у нас возникает такая штучка, у нас начинает получаться. И мы начинаем, ну как бы, давайте вот борщ как готовить, нужно закинуть это, нужно закинуть это, потом это, потом это. Это не так просто все кинул и сварил. Нужна температура, нужен процесс, должен быть сделан процесс. Если процесс, если процесс соблюден, если пропорции соблюдены, тогда получается вкусное блюдо, съедобное. Когда не соблюден процесс, невкусно получается. Когда тебе сыром в виде дают поддельности, невкусно, это несъедобно, ну как бы, это не очень употребляемо. Вы знаете, в жизни христианина вот примерно так же необходимо сделать процесс. Нам необходимо создать процесс, при котором разные ингредиенты совмещаются вместе. И эти ингредиенты соединяются в одно блюдо. И когда они соединяются в одно блюдо, тогда у вас получается хорошее, вкусное печенье или что там, борщ вы готовите. Взять ингредиенты и правильно использовать. В жизни христианина точно так же. Нам необходимо брать разные ингредиенты. Одно из первых. Для победы нам необходимо понять, кто наш враг. Для победы необходимо знать, кто есть я. Нужно знать твою власть. Нужно знать свою позицию. Нужно знать, кто ты, что ты можешь и куда ты идешь. Вопрос знания ингредиентов, если ты знаешь цель. Многие христиане, они вообще без цели живут. Они вообще понятия не имеют, куда они идут и что им надо и что они хотят. Они бесцельно блуждают по этой жизни. В поисках, может быть, им пошлет кусочек сыра кто-нибудь. Так нет. Мы не просто искатели кусочка сыра. Мы не просто желатели. Ну, вдруг повезет. Мы, как хороший повар, соединяет все. И получается прекрасное блюдо. Если вы сможете все соединить правильно, если сможете правильно в пропорциях соединить, сделать. У меня, например, лежат дома сырые грибы. И наш Андрей, он готовит и такое вкусное блюдо. Жарит грибы с луком, еще что-то добавляет. Даже не знаю, что он туда добавляет. И потом делает бутерброд, кладет туда сыр, грибы поджаренные и запекает это, чтобы был горячий бутерброд. В общем, вкусно получается, потрясающе. Конечно, калорийно, но вкусно получается. Андрей, что ты еще добавляешь туда в этот бутерброд? Что ты чеснок добавляет, еще что? Зелень добавляет. В общем, там целая процедура. И такие потрясающие бутерброды, просто улетные получаются. И если взять отдельно грибы, отдельно чеснок, отдельно хлеб, и все так сунуть тебе и сказать, на, жри. Это не очень хорошо получается. Отдельные ингредиенты, они неправильно поставлены, они создают достаточно... Ну, что грибы жрать? Ну, конечно, если бы я с голода помирал, я бы жрал бы их так. А так я и не буду сырыми. Мне нравятся они в бутерброде с чесночком поджаренные. Вы знаете, когда мы говорим о составлении, искусство составления. Это искусство составления блюда. И многие спрашивают, почему, когда я делаю плов, у меня каша получается с мясом. Я вам покажу одно видео. Недавно у моей двоюродной сестры был день рождения, и она не хотела его праздновать. И когда я ей позвонил, говорю, да ты чего не празднуешь день рождения? Она говорит, да нет. Я говорю, так, всю свою родню собирай, я тебе делаю подарок, я тебе приготовлю плов. И сделаю плов, сам сделаю. Она говорит, как ты сделаешь плов? Но для нее это был шок. Я сказал, я сделаю, мастера все, дело мастера боится. Я хочу показать вам, как сделать плов. Я буду еще за голосом, за кадром комментировать. Давайте включите, пожалуйста, это видео. Максим Максимов в роли узбекского... Узбекского повара. Привет всем. Как вы видите, у нас казан разгорается. Наш казан узбекский реально с Узбекистаном. И мы будем делать сегодня потрясающий плов. Ну что ж, участвуйте вместе со мной. Шаг за шагом я вас проведу к шикарному плову. И вы увидите, как сделать шикарный плов. Кстати, казан настоящий из Узбекистана. Макок. Довольно крупно. Не очень мелко. Потому что мелкая она в труху вся превратится. Она должна дать сок. Вливаем масло. Мы будем еще делать жир туда. Кстати, плов мы делаем на 20 человек, 25 человек. Курдючный жир мы закидываем. Чтобы у нас было еще немного животного жира. Еще чуть-чуть. И он полностью у нас. Будет такой растительный животный жир. Я закидываю головку лука. Она тоже придаст ему свой эффект. Жир вытаскиваем. Это шкварки такие. Прошло 9 минут. С начала готовки. Мы выжирели курдюк. И... Баранины мы будем использовать косточки для начала. Мы закидываем косточки, чтобы они создали свой вкус сильный. Мы еще не кидаем мясо, только кости бараньи для начала. Потом их вытащим. Так, бараньи косточки пока вытаскиваем. Любители погрызших смогут сделать это в конце. Вытаскиваем первую стабилизирующую головку мука. Итак, у нас рассольчик, которым готовить будем, масло готово. Насыпаем лук. И вначале не мясо, а лук, люди, насыпаются. Достаточно много. Пропорция такая. На одну часть лука, одна часть морковки, одна часть масла. Когда он взолотится, это значит, он в нормальном состоянии. Сейчас лук у нас еще не зазолотился. Будем ждать, когда он зазолотится чуть-чуть. И тогда добавляем сразу же мясо. Сначала лук должен зазолотиться. У меня мясо будет двух видов. Говядина и баранина. Баранина в Америке, однако, дорогая. Поэтому мы сделаем такую смесь. Говяжью-баранью смесь. Время для закидывания мяса. Закидываем мясо в наш... Прошло 20 минут. Это говядина. Порезанными кусочками говядина. И немножко баранины добавляем для вкусов. На этом этапе все нужно помешивать. Мы насыпаем сверху морковочки. Мама Вера насыпает. Прошло 27 минут с самого начала. Нужно интенсивно помешивать. Без морковки вообще-то нереальная вещь. Обязательно нужна морковка. В Узбекистане она желтенькая. Есть такой сорт. Где это оранжевая? Особо значения не имеет. Я уже представляю, как у вас... Продолжаем нашу эпопею. Смотрите, какая уже красота получается. Сейчас будем делать... Морковочка должна чуть-чуть пообмякнуть. Мы постоянно помешиваем. Вот, чтобы она не перегорела нигде. Все, чтобы равномерно готовилось. Вот, постоянно помешиваем. Так, у нас... Морковочка пообмякла чуть-чуть. Твердая морковочка пообмякла. Смотрите, такое ощущение, что Максимов умеет готовить плов. И сейчас будем заливать водой. Я думаю, что уже состояние отлично. Будем заливать водой. Нужно полностью, чтобы покрыла вода, все это мясо. И все это, чтобы рассол образовался. На котором потом у нас будет... Основан плов. Мне еще воды надо. Перец, он такой полуострый. Один перчик кидаем полуострый. И кидаем чеснок. Его нужно обшелушить, чтобы листочки сегодня падали. Цельные головки. Не раскрашивать их на зубчики. Цельную головку кладется... Натянуть чеснок цельными головками. Не зубчиками. Я прошу прощения, что камера трясется. Это мой младший сын. Здесь все, чтобы ничего потом в плов не попало. Он придаст очень пикантный вкус. И многим очень нравится он. Набор специй для плова. На лавровый лист. И дальше вот здесь смесь. Обязательно зира должна быть. Смесь, которая сыплется в плов. Здесь и Zara. Здесь и... Чего только нету. Мы сыпем эту смесь. Для вкуса. И, конечно же, нужно посолить. Сушеный барбарис тогда попадает так же. Почему надо хорошо солить? Потому что, когда кинем рис, рис питает себя очень много соли. На этом этапе, как бы, вот этот рассонник может быть чуть-чуть пересоленый, наверное. Поэтому на вкус, когда будете пробовать, чтобы он был чуть-чуть пересоленый. Мы услышали, что он должен быть чуть-чуть пересоленый. Потому что, когда рис кинем, рис питает очень много соли. Поэтому, если недосоленый будет... Главного. Мы будем сюда укладывать аккуратно рис. Его нельзя сыпать, чтобы он сбухтился. Его нужно просто вот так постепенно накладывать. Равномерно, не перемешивая. Ни в коем случае не перемешивая. Многие русские женщины мешают рис, делают ошибку. Рис укладывается. Здесь важный момент, не перемешивайте. Нам чуть-чуть надо водички добавить, потому что как-то я не подрассчитал сока. Чтобы оно оттуда лучше бы начало идти. Вот я вижу, что с этой стороны у меня горит лучше. Мне нужно дрова сейчас передвинуть, чтобы у меня с этой стороны горело лучше. Чтобы равномерно было. Смотри, как вулкан. Делать вот такие дырочки. Здесь нужен слабый огонь. Если будет сильный огонь, тогда пригорит казану. Я кинул несколько веточек. Мы делаем вот такие штучки, чтобы через них было кипение. Теперь нужно собрать с краев, потому что там больше жара и огня. Верхний слой мы помешиваем так, чтобы не смешать с мясом и с луком. С морковкой. Такое уже... Теперь там должна создаться атмосфера. Атмосфера влажности. С момента начала до момента... Она будет бурчать, кипеть, оттуда пар должен идти. На медленном огне все это должно происходить. Вот такая вот система. Минут через 20 плов будет готов. Прошло полтора часа. 89-90 минут. Доминик помогает рядом. Теперь нужно перемешать его хорошенько. Плов готов. Это чеснок самый вкусный. Это по-английски называется пилов. Ну вот, дорогие друзья, у меня получился такой вкусный, зернистый, рассыпчатый плов. Аромат, аромат. Так, ну что, люди, давайте тарелки. Ну где же ваши тарелочки? Получилась вот такая красота. Посмотрите. Это был первый плов в моей жизни. Я делал этот плов первый раз в жизни. Никогда в жизни не делал. Многие говорят, о, ты выглядишь, как будто бы ты всю жизнь пловом занимался. В действительности, это был мой первый плов. Первый раз в жизни я делал такой плов. И это было очень-очень классно. Смотрите, как много ингредиентов соединяются вместе. И что-то получается. Если мы в христианской жизни соединяем ингредиенты, слово Божие, молитву, общение с Богом, смирение, любовь, если соединяем сражение с дьяволом, если соединяем духовное оружие, если соединяем общину, веру, силу Божию, переживания, общение с Богом, драгоценные, вы знаете, если мы соединяем все это в одну кучу, правильно делаем, тогда у нас получается потрясающее блюдо. Потрясающее блюдо. Многие христиане, они из одной крайности бросаются в другую крайность. Кто-то сказал, говорит, христиане посреди дороги бывает, когда они из одной обочины переходят в другую обочину, посреди дороги находятся. Я не хочу, чтобы мы с вами носились из обочины в обочину. Я не хочу, чтобы мы с вами жили жизнью верующих, которые просто куда-то, куда-то идут из угла в угол. Я вас умоляю, дорогие, давайте будем идти по направлению. Если у вас нет цели, если нет видения, если вы не упражняетесь в вере, если вы не упражняетесь в борьбе, в сражении, если вы не упражняетесь, если вы не наступаете, если вы не укореняетесь, если вы не растете, очень много, апостол Павел восклицает, судя по времени, вам надлежит быть учителями. Когда вы приходите в Царство Божие, семь побед, это семь уровней. Мы начинаем с самого первого уровня, вкусить от древа жизни, и заканчиваем сесть на престоле. Не все воссядут на престоле, дорогие мои, не все христиане воссядут на престоле. Почему? Потому что много обители, не все получат это право, седеть на престоле. Я мечтаю, желаю, чтобы вы сели на престоле. Как это сделать? Дорогие, очень просто. Берете маленькими шагами. Это ингредиенты большого, большого действа, ингредиенты большого события. Если вы хотите сделать много и классно, вам нужно начать с маленьких шагов веры. Маленькие шаги веры. Если вы ходите, понимаете, многие люди говорят, Максим, а как мне вот так, чтобы вот как ты добиться успеха и уважения, и авторитета. И многие смотрят на меня, как будто бы, я знаете, вот так, шел, 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 знаешь, давай-ка вот этой молитвой помолюсь вот так. Бам! И все меня любят, все знают, и все такое. Вы думаете, что это вот так? О, как вы ошибаетесь. Как вы ошибаетесь. Я вам хочу сказать, если вы думаете, что вся жизнь христианина, это просто, нужно одной правильной молитве помолиться, и тебя как вот так, джумс, выстрелит, какую-то одну кнопку нажать, это все равно, что казино. Я ставлю вот на эту, на цифру там 28, и вот она точно, вот вся жизнь моя изменится, я стану богатый, счастливый. Брехня. Бог не действует, Бог процессов, Бог создал сезоны. Он сказал, сей не жатва, и так далее. Он сказал, вот зима, весна, лето, осень, сезоны. Бог сказал, день и ночь. Бог показал, как происходит. Он показал, что Царство Божие подобно фермеру, который посадил семя. Царство Божие подобно тому, кто делает, делает какие-то действия, процессы. Нам нужно управлять процессами. Если мы не будем управлять процессами, дорогие, тогда у нас будет с вами жизненный процесс, и над нами будет процесс. Я хочу, чтобы вы контролировали процесс в свою жизнь. Возьмите свою жизнь в свое управление. Доверьтесь Богу. Скажите, Господь, помоги мне не просто быть бревном в реке, которая идет и говорит, Господи, куда меня занесет, но быть человеком устремленным. Я стремлюсь, я знаю, я желаю, я сражаюсь, я борюсь, у меня получится, я сопротивляюсь, я побеждаю. Аллилуйя. Вот этот вопрос я хотел бы каждому человеку спросить. Ты готовишь блюдо своей жизни? Ты правильно его готовишь? Ты правильно ингредиенты складываешь? Меня кто-то спросил, какой секрет, какой секрет? А секрета тут нет. Секрет в том, что нужно правильные вещи закладывать в правильный момент. Вначале наливаем немного масла, курдючный жир, шкварки вытащили, косточку закинули, лук закинули, вытащили, потом закидываем одну порцию лука, потом закидываем одну порцию мяса, если, скажем, килограмм лука, килограмм мяса, потом закидываем килограмм морковки, потом закидываем воды, еще литр, заливаем, солим, перчим, потом чеснок закидываем, знаете, вот этот весь процесс, шаг за шагом, перчик закидываем, варим некоторое время, когда лук обмякнет, рис закидываем, не просто смешиваем, Мы аккуратно укладываем, чтобы он застелил слой готовящегося мяса. Огонь уменьшаем. А как же, если там бревно, нужно очень уменьшить аккуратно. То есть все эти процессы, они поддаются контролю с нашей стороны. Ваша жизнь, точно так же, как этот плов приготовить, необходимо время складывать, время собирать, время вытаскивать, время, нельзя ставить головку лука стабилизирующую, которую ты вначале кинул. Нельзя ставить перец до конца, его нужно вытащить в определенный момент. То есть вы понимаете, вот эти все процессы, они должны поддаваться нашему управлению, нашему контролю, процессы, за которыми нам необходимо следить. Дорогие мои, если мы следим за этим процессом, если мы управляем нашими процессами, если мы верим, молимся, если мы созидаем нашу жизнь, то наша жизнь будет полна благословений и будет жизнь приключений. Это не просто Максимов вдруг раз и выскочил в эфире. Я человеку этому сказал, который сказал, я хочу как ты побыстрее. Я говорю, это не быстрее, это вот. И чтобы сюда прийти, я шел к этому моменту 40 лет. 40 лет я шел к этому моменту. Да, из них где-то осознанных лет 25 я шел к этому моменту. Но я двигаюсь и продолжаю двигаться. Поэтому, когда мы говорим о жизни христианина, это жизнь от врат, от дверей Царства Небесного до престола. И вот в этом процессе не нужно потеряться. Не потеряйтесь. Мы продолжим разговор о Семи Победах. И мы понимаем, что жизнь христианина состоит из множества ингредиентов. Я помолюсь за вас, чтобы вы были хорошим поваром в вашей жизни. Господь, я благословляю каждого человека. Я прошу, Боже, благослови этих драгоценных людей, благослови их жизни. Я прошу тебя, Господь, направь на пути твои. Да будет твое благословение с этими драгоценными людьми. Именем Иисуса Христа я благословляю. Господь да пребудет с вами, да направит вас, да поддержит, да откроет окна небесные. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир и все скажем аминь. Дорогие, благодарю Бога за каждого человека. Благодарю за ваше участие. Благодарю за партнерство. Благодаря вашему участию, финансовому участию, вашим пожертвованиям, мы можем продолжать вещаться. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Прошу Бога ответить на все ваши нужды. И именем Иисуса Христа благословляю. Драгоценные, спасибо, что провели это время со мною. Встретимся с вами. Не забывайте, мы каждый день в это же время, кроме понедельника и субботы. Хранит вас Господь. Держитесь за Богом. Спасибо вам за участие. Если вы хотите поддержать прямо сейчас, пройдите на сайт cnl.tv и примите активное участие в служении телеканала Синдал. Ваше дистинное приношение помогает нам делать дела Божьи. Благословляю вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры подогнал «Симон»!